этот прекрасный аэрогриль привет мои хорошие вы на канале аксель на гриле ну что ж этот день настал вы очень просили вы писали комментарии вы говорили что обязательно это я должна сделать и я это сделала у нас сегодня с вами распаковка я купила этот гриль ну что идем распаковывать это ninja woodfire 901 эта модель максимальной комплектации мы уже столкнулись не единожды что когда ты покупаешь не максимальную комплектацию потом хочется больше 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 и в итоге ты все равно берешь максималку и у тебя по итогу получаются две модели поэтому лучше всегда брать самое лучшее это недоставка мы поехали в магазин я вам потрогала пощупала убедилась что это оно и именно он он должен присутствовать здесь мы его купили в магазине я не знаю как вы я люблю вещи технику все что угодно покупать когда я взяла и потрогала я тактильный человек как любите вы заказывать на сайтах или тоже приобретать в магазине напишите пожалуйста в комментарии ски гриль woodfire это самый технологический гриль на сегодняшний день почему потому что вы можете все контролировать с вашего телефона вы устанавливаете приложение и контролируете температуру готовность все 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 а он обеспечивает полную свободу для отдыха и времяпрепровождения с друзьями и семьей идеальные результаты без постоянного наблюдения за грилем полный контроль над процессом готовки в ваших руках никогда вы не пропустите ни одного этапа во время приготовления данным грилем программируемые таблицы приготовления вы выбираете просто что вы готовите рыбу мясо и все будет просто идеально потому что используется встроенный цифровой термометр для идеального приготовления пищи вы можете удаленно управлять вы можете сидеть с вашими гостями с вашей семьей пить вино пить чай кофе и управлять все со своего телефона время приготовления а также добавлять аромат дыма все это удаленно вам приходят уведомления в реальном времени когда нужно добавить ингредиенты перевернуть их и многое другое своих габаритах 45 сантиметров на 31 сантиметр может вместить до 10 котлет для гамбургеров это я вам говорю про размеры большой решетки для приготовления потом 40 сосисок и колбасок два блюда с ребрами или две целые курицы ну где-то по три килограмма ну погнали первая вторая и третья я не знаю вот эти вот моменты когда ты скрываешь что ли это коробочка под айфона или это гриль вебер или это вот в данный момент нельзя они самые классные есть смотрим что у нас с вами идет в комплекте очень много литературы очень много литературы все про гриль опять же рекламки литература убираем стороны в инструкции русского языка нет есть английский уже легче вот такой он красавец вес его 18 килограмм я думаю вы все понимаете что он конечно же должен быть на открытом воздухе ни в коем случае не в помещении либо это балкон либо эта терраса но открытый воздух что он себя включает семь режимов приготовления это гриль барбекю для приготовления и говяжий хребер с красивой корочкой и стейков и бургеров и классических блюд и шашлыков ну то есть в принципе он молодец гриль достигает температуры 260 градусов в то время как нагревательные элементы расположены сверху и снизу используют конфекционный вентилятор для обеспечения равномерного приготовления то есть ваше мясо ваша рыба ваши ребра все будет равномерно приготовлено доступ воздуха будет поступать равномерно это коптильня это коптильня встроенная коптильня использует натуральные пилеты то есть вы не должны добавлять щепу мы не должны ее замачивать для того чтобы вам достичь копчения пленочки как пленочки на айфоне один раз снимаешь и все больше уже не куришь возвращаем обратно ой это так классно когда еще совсем нужно разобраться все еще нужно посмотреть так интересно здесь все снимаем сейчас открываем смотрим что же там у нас внутри и еще немножко и мы доберемся доберемся к нему все таки готовы раз два три открыли забираем муклатуру открываем что у нас здесь здесь у нас термометр я уже так думаю здесь у нас щуп я так увидела вроде как смотрите это у нас термощуп вот он а вот это вот у нас размерный стаканчик для пилет чтобы вы знали сколько их нужно добавить для того чтобы у вас было копчение запах дымка смотрим дальше мне очень нравится как все упаковано вот эти вот пленочки вот эти вот коробочки это все так аккуратно сложено я могу это сравнить с айфоном в мире грилей так это поддон а это вот подарок сразу идут два вида лет вот файл пилец так вот два вида пилец которые идут в комплекте они разные одни у нас вот эти вот это смесь robust это насыщенные классические ароматы барбекю которые отлично сочетаются с говядиной свининой и курицей а вот это вот универсальная смесь она более мягкая и сбалансированные ароматы здесь великолепно подходят для рыбы и овощей но хотя смотрите они здесь вот позиционируют что это это они подходят для всего но вот это вот более мягкая вот это более насыщенная так откладываем что дальше это поддон у нас лотком для сбора жира какие молодцы нет упаковка отличный смотрите даже упаковочка вот как она прошита вы видите супер так открываем это у нас корзина для приготовления картошки картошки free картошки дольками для приготовления овощей качественный металл мне нравится смотрите я не знаю они вот если меня сейчас просить все это вложить обратно я наверное так не вложу но они вот настолько все компактно красиво молодцы опять же прошитые пакетики это основная решетка на которой мы с вами будем готовить распаковываем дальше вот мы и добрались наконец-то до самого нагревательного элемента на который ставится решетка смотрите вот он нижний и вон он верхний возле конвекции теперь мы устанавливаем он стал просто идеально также производитель заявляет что он соответствует стандарту защиты от воды айпи x4 то есть вы можете готовить в сильнейший дождь и все будет ок я наверное не рискнула бы готовить в дождь но заявлять что именно так единственное что вы не можете его погружать прям воду бросить бассейн а так в сильнейший ливень он благоустойчив очень у меня в руках шнур питания и все же размер имеет значение пока все что я видела единственный мой недочет я бы сделала конечно же его длиннее он предназначен для приготовления на улице и если я предварительно не подумала о том что он будет у меня и но мне нужно сделать розетку где-то вот удобненько так близенько то конечно же неудобно но у меня есть удлинитель я включаю теперь я нажимаю reset здесь потом я нажимаю здесь и меня приветствует так смотрим что у нас меню первое это у нас копчение потом у нас идет гриль потом аэрогриль рост это что-то на открытом воздухе разберемся бейк это у нас идет приготовление как в духовке потом дегидрация это у нас джерки и все что можно в виде сделать и потом вот у нас идет разогрев то есть мы можем нашей пищи вернуть первоначальное состояние когда мы приготовили она потом охладилась но понятное дело если бросить в микроволновку она совсем не такая будет а вот здесь вот они позиционируют что возвращает все вкусовые качества тоже посмотрим кнопка вот фар это мы регулируем дымность то есть подкапчиваем там понятно темп к температура приготовления и время приготовления приготовления ну и дальше сейчас все будем смотреть еще по ходу сейчас прежде всего мы включим режим гриля на 5 минуточек просто чтобы она поработала все там обгорело в инструкции этого не сказано но я думаю что так будет правильнее все равно где так была краска где-то что-то а нам готовить с вами еду которую мы будем сами кушать правильно все мы запустили мы сейчас подождем а потом мы с вами конечно же протестируем и приготовим расскажу потом что пока наш гриль прогревается скажу вам честно что я бы его не покупала если бы не было так много просьб о его приобретении сейчас объясню почему для меня процесс приготовления барбекю это разжигание углей это пересыпание углей это это мой гриль которому я подхожу имею полный контакт совсем да то есть я не просто гранула засыпала а вот эти угли эти вот щепочки которые замачиваешь которые закладываешь для копчения не знаю это особый вайб здесь возможно потом я скажу да это удобно классно я была не права мне нравится и мы будем дружить может быть нет посмотрим я понимаю что для удобства да конечно нельзя сделал очень много технологии идут вперед и мы стараемся шагать с ними в ногу посмотрим сейчас для меня нельзя пока мой знакомый пока еще не мой друг смотрите пошел дымок все-таки правильно мы сделали что включили немножко его прогрели обогрели так удаляем лишние и убираем и ставим потом он останавливается вот задняя часть очень легко все очень легко устанавливается без каких-либо усилий мы с вами распаковали это все конечно же очень классно мы радуемся покупке но на данный момент все что я вам рассказываю это конечно же всего лишь литература я опираюсь на слова производителя мы с вами все опробуем и я вам расскажу честно как это на самом деле но распаковка распаковка но мы должны протестировать его на чем-то хотя бы правильно конечно же на сосисках мы не будем тестировать потому что с этим справится любой самый аматорский гриль мы решили сегодня с вами приготовить грудинку она была замаринована вчера вечером по поводу мариновки все это я не буду вам рассказывать потому как у нас такой рецепт во-первых есть уже вы можете посмотреть в наших видео но суть сейчас не в мариновке мы посмотрим как все это приготовится гриль у нас прогрет нам сейчас нужно будет добавить пеллеты потому как мы ее будем подкапчивать то есть мы сразу же усложним задачу они у нас добавляется сбоку открываем плиты такие вот гранулки сейчас вам покажу смотрите специальная мерная чашечка так теперь мы открываем вот он сбоку открывается так и засыпаем удобно пока мне все нравится так у меня щуп вот он мы вы разматываем устройством рассчитано что здесь можно подключать два щупа 12 в комплекте идет один уже хорошо что он есть скажу так мы подключаем один вот так вот есть так вот этот вот самый толстый у нас кусочек получается и мы заводим срединку туда поместили все все теперь мне остается только заложить продукт что я собственно сейчас и сделаю включаем гриль приложение мы установили очень легко вот мы аксель теперь мы выбираем смокер температура 120 4 часа но мы поставим 3 часа вот так вот сохраняем настройки и кук готово старт все установлено все сколько да все мы сделали да теперь мы выставляем температуру продукта 70 градусов с этим сохраняем все все настройки видите он нас услышал все настройки установлены и все теперь я могу идти заниматься своим делом а за меня будет готовить все мой помощник и еще обязательно мы протестируем как он делает картошку фри сегодня же наше грудинка готова прошел всего лишь час даже немножко меньше по данному рецепту так же самое все все тоже мы готовили на угольном гриле три часа то есть пока большой плюс преимущество во времени мы сейчас открываем смотрим как она выглядит готовы ребята выглядит она волшебно да я действительно соглашусь что просто превосходно запах от пилет просто непревзойденный он настолько тонкий настолько я даже не знаю как то сказать он не брутальный такой вот а он именно вот нежный такой как вот прям нужно и забираем сочно смотрите сок не вытекал просто просто очень сочно и 2 тоже она даже развалилась немножко забираем так сейчас посмотрим что случилось с нашими пилетами открываем смотрите они все перегорели я уже показывала как достается внутренняя часть извлекать достаточно легко мы их извлечем и все будет чисто и хорошо так давайте пробует пробовать интересно как здесь получилось не знаю я ярая любительница угольного гриля режется изумительно у нас сочная это видно даже ну не вооруженным взглядом второй кусочек я тоже сейчас перережу знаете так посредине прям я уже приготовила себе хлебушек просто смотрите я придавливать совсем чуть-чуть стекает сок по ножу ладно как выглядит мне нравится но нужно попробовать отрезаю кусочек забираю его на кусочек хлебушка и пробуем запах дымка я бы никогда в жизни не сказала что она не готовилась не на углях не коптилась очень сочно очень очень дымно ну все в меру превосходно это всего лишь час времени я не контролировала не открывала постоянно не смотрела гриль выключился сам как только достиглась нужная температура конечно же угольный гриль бы сам не выключился до тех пор пока я бы не увидела что температура достигнута еще не замерила другим термометром перепроверить ребята мне нравится это действительно очень хороший гриль пока то что я увидела это действительно очень хорошо очень равномерно все вот я перерезала посредине и вот здесь тоже все сочно за счет конвекции все очень быстро что давайте приготовим картошку будем пробовать сейчас сделать картошку есть вот такой вот не маленький пакетик все мы не будем делать попробуем третью часть производитель утверждает что мы можем не размораживать продукт это не только картошка это может быть не размороженное мясо не размороженная рыба что можно вот прям замороженная помещать ребята честно хочу сказать я в легком шоке я не знаю как за час можно было сделать данную грудинку вернее я понимаю почему так происходит но это конечно очень классно и такой цвет как получился в грудинке честно мы не достигали такого цвета на угольном выбор я обожаю угольный выбор я не могу ничего сказать против него люблю но ниндзя меня поразил поразил хорошо ниндзя утверждаю что мы можем сделать картошку картошку овощи без масла но они также делают пометочку практически без масла на 75 процентов меньше чем она используется в других грилях или в других гаджетах для приготовления картошки допустим но немножечко все-таки масло вот сбрызнуть оливковым маслом я считаю это нужно сделать буквально немного перемешаю и так же сделаю с другой стороны все теперь мы посолим кто любит можно добавить паприку поперчить но я сделаю минимум я только посолю ее немножко немножечко масла еще раз перемешиваем теперь достаем корзину для картофеля устанавливаем пересыпаем сюда картофель вот так вот закрываем выставляем программу аэрогриль 200 градусов 20 минут но я думаю будет быстрее посмотрим старт все установлено мне нравится что конечно напоминает чтобы вы все установили все он запустился работа пошла хочу сделать небольшую поправку смотрите когда мы смотрели с вами режимы бейк это получается выпечка это не духовка а именно выпечка пироги выпекать всевозможные кексы а рост это духовка то есть когда мы делаем курицу в духовке за 10 минут картошка готова опять же цвет золотистый класс я не любительница картошки free но это я попробую хочу вот эту вкусно я честно вам скажу я немножко в таком слабом шоке я уже подшучиваю говорю так на продажу выставляю гриле скажу так вот этот вариант когда вы слабая маленькая девочка он просто великолепен когда вам не нужно разжигать угли пересыпать то есть готовить можно даже в каком-то красивом платье не бояться что попадет уголь будет дырочка и там что-то случится вещь классная как она еще себя проявит мы посмотрим будем тестить будем пробовать будем готовить очень сложное что-то будем пробовать чтобы нельзя показала себя но на данный момент так как я отпиралась не хотела его покупать но все-таки согласилась в конце концов я рада я рада что он здесь единственное хочу сказать вот сейчас мы его поставили на стол на котором всегда мы нарезаем да что-то к нему можно было приобрести дополнительно столик нельзя продумал до данную опцию но он стал еще плюс 120 евро поэтому мы решили пока на данном этапе сэкономить у нас есть тоже небольшой такой столик куда мы поместим его в общем на нашем небольшом таком участке еще плюс один гриль я рада велкам в нашу семью грилей теперь аксель будет готовить еще и на ниндзя подписывайтесь на наш канал нас ждет еще очень много нового интересного будем готовить пробовать тестировать я буду вам рассказывать что мне нравится что нет в чем они преуспели будем шагать технологиями в ногу вам пока пока но только на сегодня подписывайтесь на наш канал те кто до сих пор не подписался ставьте пальчики вверх нажимайте колокольчик